по развитию микроэлектроники в гражданском секторе экономики, что всё, что там будет производиться, это и пойдёт именно в гражданку. Будет иметь какой-то эффект и для оборонных отраслей? Да, но предполагается, мы сделали эту линию совместно с нашими французскими партнёрами, что всё это используется будет в гражданке. Я когда ездил туда в последнее время? В Зеленоград. Да, в Зеленоград. Были у наших компаний достаточно большие планы по развитию этой сферы деятельности. Вот они сейчас реализуются. Хорошо. Вышло уже распоряжение правительства по нашей совместной работе с туркменскими партнерами по строительству Каспийского трубопровода. Владимир Владимирович, действительно выпущено распоряжение правительства, которое одобряет проект соглашения между правительствами трёх стран по сотрудничеству в области строительства прикаспийского газопровода. Проект соглашения разработан в исполнении подписанного декларацией тремя президентами трёх стран по строительству газотранспортной системы. И соглашение обеспечит углублённое сотрудничество между тремя странами в области поставки и транспортировки газа добываемого на территории Туркменистана и Казахстана. Соглашение определяет вопросы, связанные с разработкой технико-экономического обоснования проекта, реализация которого начнётся во второй половине 2008 года, определяет уполномоченной организацией сторон. Соглашение подлежит ратификации. Таким образом, соглашение готово к подписанию. Вы знаете, да, что в ближайшее время планируется рабочий визит президента Казахстана в Россию? Я бы вас попросил вместе с казахстанскими коллегами и вместе с туркменскими партнёрами подумать о том, как использовать этот визит и сделать ещё дополнительный шаг вперёд в реализации этого проекта. И, Виктор Васильевич, на Дальний Восток собирается? Да, Виктор Васильевич, я хочу сегодня вылететь на Сахалин, чтобы завтра в течение дня ознакомиться с ходом восстановительных работ по ликвидации землетрясения, которое произошло на Сахалине. Работы там ведутся, я регулярно получаю информацию от руководства Сахалинской области, строится жильё, объекты социального назначения. Но, однако, сейчас уже конец года, и те объёмы работ, которые там планировались, идёт некоторое замедление. Поэтому я хочу лично ознакомиться с ходом восстановительных работ и посмотреть вопросы вообще пошире социального развития Сахалина, в том числе и Курильских островов, потому что вот эти все отключения электроэнергии, которые, кстати, сегодня должны резервный двигатель запустить и подать постоянный ток во все точки Курильских островов, тем не менее я хочу посмотреть альтернативные источники энергопитания, такая возможность есть. И мы рассмотрим завтра эти вопросы вместе с губернатором на широком совещании в Сахалинской области. Из Сахалина я предполагаю, значит, в Хабаровск пролететь и там провести Государственную комиссию по развитию Дальнего Востока и Забайкалия с приглашением губернаторов областей Сибири и Дальнего Востока. Это будет в среду. В четверг мы эти вопросы рассмотрим на заседании правительства, так что у нас вся неделя, это Дальневосточная неделя, поэтому будет там много работы. Я вам доложу потом подробно. Спасибо. И в заключение хотел бы сказать следующее. Вы знаете, что начинается президентская кампания. К сожалению, мы вынуждены делать это в преддверии Нового года, но закон требует от нас определенных действий. И вы наверняка слышали, что такие действия уже начались. Сегодня четыре партии, в том числе «Единая Россия» и «Справедливая Россия», обратились ко мне с предложениями одного из наших коллег. Они предлагают выдвинуть в качестве кандидата президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Но на что бы хотел обратить внимание правительство? Несмотря на все избирательные переживания и все процессы, которые с этим связаны, ещё раз напоминаю, правительство Российской Федерации должно работать как хорошие часы, ритмично обеспечивая жизнедеятельность всех государственных механизмов. И не поддаваться никаким колебаниям, связанным с политическими событиями внутри страны. Я знаю Виктора Алексеевича как человек очень опытного, хорошего администратора, уверен, что он сделает для этого всё необходимое. Но это обязанности всех членов кабинета. От того, как вы будете работать, в значительной степени уверен, будет зависеть и ваше. Служебное будущее и административное будущее. Хочу пожелать всем успехов.